Чё, я уже забыл, чё хотел рассказывать. Чтоб не проваливалось. Ты заходи уже. Ещё в конце прошлого года я хотел снять видео, в котором планировал рассказать про провалы Google, которые произошли за 2018 год. Но как-то чё-то не срослось, и поэтому делаю я это только сейчас, но не рассказать я об этом не мог. Ни для кого не секрет, что 10 миллионов баксов это очень большая сумма, но не для такой компании, как Google. Для неё это, ну скажем так, разумные деньги. Тем не менее, они умудряются иногда облажаться так, что теряют именно эту сумму денег. Так случилось с одним из стажёров, который случайно разместил тестовый аукцион на рекламу жёлтого прямоугольника по цене 25 долларов за 1000 кликов. Ты наркоман, что ли? Хотя обычная цена 2-4 доллара. Ошибку заметили где-то через час и оперативно её исправили, но даже час это очень большое время для компании, которая работает в таких масштабах, как Google. В итоге это привело к тому, что привело. Как сообщает Financial Times, сумма, конечно, расчётная, возможно, она чуть больше и чуть меньше. Но в любом случае, большая её часть пошла на покрытие убытков, из-за того, что рекламу за этот час успели растащить в приложение и на сайты. Слышим, ругаешься, начальники? Как уверяют специалисты, сделать такую ошибку случайно очень сложно, потому что надо пройти целый ряд этапов, а не просто нажать на одну кнопку. И на каждом из этих этапов есть какие-то действия, которые надо сделать ошибочно. Притом на некоторых даже есть свои контролёры, которые должны вроде как всё это отследить, но вот не отследили. Google, наладьте эту систему, всё должно работать лучше. Все мы помним ещё один неприятный инцидент с компанией Google в 2018 году. Я сейчас говорю про ту историю, когда данные из Google документов утекли в выдачу Яндекса. Ситуация, с одной стороны, забавная, а с другой стороны, немного печальная. Потому что только-только люди начинают массово доверять свои данные таким хранилищам, а не хранить их дома на сиди-болванке под диваном, как происходят такие ситуации. Сначала ситуацию вроде как оперативно разрулили, но потом получилось так, что данные снова начали попадать в выдачу. Кстати, как уверяют специалисты Яндекса, в выдачу попадали только те данные, которые не защищены паролем. Так что надо их защищать. Но от этого ситуация не становится менее неприятной, потому что очень долгое время в поиске можно было найти данные по запросу зарплата, таблицы, отпуска и так далее. То есть те данные, которыми ну очень не хочется делиться. Кстати, напишите в комментариях, храните ли вы какие-то свои действительно серьезные данные в облачных хранилищах, или все-таки стараетесь делать это локально на своем компьютере. В течение года, когда мы готовили выпуски новостей, я неоднократно рассказывал о том, что для Android появляются все новые и новые вирусы и трояны. Конечно, это не особо приятно, но ситуация повторяется все чаще и чаще. И ладно бы, если бы относилось это к АПК, но это относится и к фирменному магазину приложений. Модераторы, вообще куда вы смотрите? Почему такое происходит? Ладно, хорошо, когда я устанавливаю приложение из АПК, я это делаю на свой страх и риск. Я его установил, я не знаю, что оно, оно может оказаться вредоносным, но я захотел его сам установить. А когда я зашел в Google Play, почему-то вы смотрите, но просматриваете, и в итоге я устанавливаю трояны. Если говорить о конкретных названиях, то самым известным вирусом оказался, наверное, дресс-код, который из Google Play загрузили 4 миллиона пользователей. Это совсем не мало, и я бы даже сказал, пугающе много. К счастью, вирус хоть и мог получить серьезный доступ к устройству и как-то очень серьезно ему навредить, но он этого не делал, потому что ограничивался только тем, что открывал ссылки в приложениях и вел другую подобную деятельность. На самом деле, многие вирусы могут причинить действительно серьезный вред, украсть какие-то данные, но все больше и больше они работают по тому принципу, что они просто втихаря что-то открывают и переходят по каким-то ссылкам, потому что если ты крадешь деньги, это уже все-таки уголовка. А открытие ссылок, ну это так, скорее мелкое хулиганство. Были в прошлом году и косяки среди смартфонов. Да простят меня пользователи Pixel, но, к сожалению, главным провалом года я считаю именно Google Pixel 3. Мы в свое время даже не стали спешить выпускать какой-то обзор или первое впечатление по этому смартфону, потому что негатива на него вылилось очень большое количество. Мы думали, что сейчас эта волна, наверное, как-то спадет и будет что рассказать о нем позитивного, но, к сожалению, позитивного много не появилось. Нет, у него, конечно, есть и плюс, он очень годно снимает в темноте, но при этом пользователи постоянно жалуются на нехватку оперативной памяти в этом смартфоне. Несмотря на высокую стоимость, которая составляет порядка 800 долларов, назвать смартфон действительно крутым не особо получается, потому что за эти деньги можно найти что-то более интересное, а то и дешевле. Или просто не переплачивать за букву Г на корпусе. Простите, конечно же, G. В общем, на этот смартфон в этом году вылилась очень большая волна негатива, и я не буду сейчас углубляться в эти подробности, просто, на мой взгляд, он действительно тянет на звание разочарования года. Раз уж мы заговорили про Google Pixel 3, нельзя не сказать и про другой смартфон, с которым его очень часто сравнивали в течение этого года. Естественно, я говорю про iPhone XR, XR, называйте его как хотите. Тем не менее, именно этот смартфон по версии CIRP стал той моделью, на которую больше всего переходили пользователи Android, меняя свой смартфон на что-то другое. Есть даже конкретные цифры. 16% пользователей, которые перешли с Android на смартфоны от Apple, выбрали именно модель XR. Притом, это на треть больше, чем те, кто выбрали восьмерку, и в половину больше тех, кто выбрал iPhone X. Возможно, вы не согласитесь, но лично мое мнение заключается в том, что если сравнивать по внешности Pixel 3 и iPhone XR, то последний выигрывает у первого примерно так же, как оригинальный Ford GT у Renault Real Satis. В сравнении просто бесполезно. Он явный победитель по дизайну. Напомню, что характеристики обоих смартфонов на бумаге выглядят, ну, примерно одинаковыми, если их усреднить. И даже камера у обоих всего лишь с одним модулем, если смотреть по версии DxOMark, они оба набрали по 101 баллу, что говорит о том, что камеры у них действительно одинаковые, но они и снимают более-менее похожи. Ладно, хватит болтовни на сегодня, последние вопросы расходимся. Напишите там внизу в комментариях, чисто теоретически, готовы ли вы поменять свой Android смартфон на iPhone XR? Любой Android смартфон просто на 10R, допустим, даже бесплатно. Ну, а на этом у меня на сегодня все. С вами был Артем и AndroidInsider.ru. С наступившим вас 2019 годом. Мы в течение него обязательно не один раз встретимся и что-нибудь очень интересное обсудим. И плюс у меня есть несколько гаджетов, которые я вам скоро покажу. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok